Вопрос. Несет ли народ ответственность за дела своих правителей? Для российского менталитета ответ обычно звучит так. Я тут ни при чем, от меня ничего не зависит, я маленький человек, меня заставили, я всего лишь исполнял приказ и так далее и тому подобное. То есть среднестатистический житель России считает, что аннексия Крыма, война на Донбассе и в Сирии, репрессии против крымских татар, допинговые скандалы, хакерские атаки, политические преследования, а также другие преступления, инспирированные и одобряемые Кремлем, автоматически снимают всяческую ответственность с любого российского гражданина, в том числе с того, кто непосредственно участвует в злодеяниях Путина. Нет посланца в деле греха, гласит старая восточная мудрость. На практике это означает, что если президент Путин разрешил, попросил, приказал или послал убить, соврать или украсть, то это не снимает с гражданина личной ответственности за преступления. Если ты российский чиновник или силовик, военный или пропагандист, депутат, журналист, наемник или просто симпатик Кремля, то за последние годы ты уже основательно нагрешил. И для тебя есть одна очень неприятная новость – тебя никто не отмажет. Никакой Путин не возьмет твои грехи на себя. Как бы тебе ни казалось и какими бы мотивами ты не оправдывал свои действия – патриотизмом, любовью к России или уставом. В Нюрнберге нацистские преступники тоже пытались отмазаться тем, что только лишь выполняли приказ. Большинство из них в итоге было повешено. Каждый за свое злодеяние ответит сам, как и тот, кто послал его на это преступление. Кстати, той серой российской молчаливой массе маленьких людей, которые считают, что уж они-то точно ни в чем не виноваты, спешу напомнить другие мудрые слова из божественной комедии Данте. Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет. Путин не отмажет никого. Он не святой и не мессия. Он банальный преступник континентального масштаба. А ты – россиянин, соучастник его злодеяний. Но ты держись там. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok